А я вот все равно считаю, что путь к сердцу лежит не через интернет-кабель, а через желудок. А у некоторых через желудок лежит путь к профессии. Блюда белорусской кухни могут быть вкусными и необычными. В Могилевском технологическом колледже прошел конкурс профессионального мастерства. Какие вкусняшки на кулинарном конкурсе готовили на этот раз? На голодный желудок смотреть опасно. Кулинарное искусство во всей красе. Это областной этап конкурса профессионального мастерства WorldSkills. Свой взгляд на современную белорусскую кухню показывают участники из Могилева, Бобруйска и Черикова. Молекулярная кухня и нетрадиционное сочетание самых обычных продуктов. Национальное блюдо могут впечатлять. Это доказывают участники республиканского чемпионата WorldSkills. В Могилевском государственном технологическом колледже собрались лучшие будущие повара, учащиеся лицеев и колледжей области. Я надеюсь на десерт и на второе горячее блюдо на рулетике с птицей, так как у них необычная подача. Они украшены красиво, они на тарелке смотрятся очень хорошо. Это десерт, вишневый мусс, внутри которого находится баварский крем и шоколадный ганаш. Объективно здесь на первом месте. Конкурсантов оценивают вслепую. Кто именно готовил блюдо, эксперты узнают только после выставления оценок. Конкурсанты используют самые современные способы обработки. Вот это блюдо, например, приготовлено в стиле фьюжн, когда используют, казалось бы, на первый взгляд, несочетаемые продукты. Сложно поверить, но это не десерт, а закуска. Печень в шоколаде. Интересно, что скажут об этом блюде наши эксперты. Сейчас мы это дело попробуем и скажем. Такой нежный сливочный вкус печени, в то же время сладость белого и горечь темного шоколада на 5 баллов. Конкурс профессионального мастерства WorldSkills проходит раз в два года. Для ребят это еще и шанс запомниться могилевским ресторатором. Кто знает, возможно, кто-то из участников получит приглашение на работу. Способы подачи, они соответствуют, скажем так, сегодняшней тенденции развития кухни мировой, скажем так. Поэтому действительно ребята креативные, они включают фантазии в свои, поэтому это достаточно интересно индивидуально. Итоги подведены. Шанс представить Могилевскую область на республиканском этапе конкурса получил Денис Клинцов из Могилевского технологического колледжа. За время подготовки к этому конкурсу были получены очень многие новые навыки, как бы с очень многими интересными людьми познакомился. Уверена, область будет представлена достойно. А также победитель сегодняшнего конкурса отправится на бесплатные для него мастер-классы и тренинги в город Санкт-Петербург. У Дениса есть хороший пример. В прошлый раз могилевскому студенту Никите Цветкову удалось выйти на международный уровень чемпионата. Надеемся, и на этот раз все получится.